Мои приветствия, меня зовут Даша и не зря я нахожусь и не зря на моем фоне книжные стеллажи, потому что разговариваю с тобой сегодня буду о книжках, поэтому если ты любишь читать, то оставайся со мной, если не совсем, то, думаю, тебе будет неинтересно. Я хочу замолвить пару словечек о последних книгах, которые пополнили мою библиотеку. Прежде чем показать первую книгу, всего их около пяти, я хочу предупредить, что ты сейчас можешь сказать, фу, ты читаешь эту гадость, а почти не оправдываюсь, но в этот раз скажу, что когда я начинала читать этого автора, это была не гадость, это было смешно. Сейчас это уже не так забавно, но попливочки, видимо, продолжаем покупать. Это Донцова, далее, издательство Эксмо, называется «Книжка женихи, соцвет по пятницам». Ну что здесь, главной геранией у нас здесь фотомодель Степанита, такое вот имя, как на спокойной ночи малыши. Очередно, раз она натыкается на какие-то детективные елишки, расследует их, помогает в этом расследовании. Безюмер, конечно, тоже не обошлось, но его уже меньше, чем в самом начале творчества этого автора. Но особо не буду заострять внимание Донцовой на моей тезке. Поехали дальше. У нас автор, с которого началась моя любовь к славянам, не тем, которые там, киевские славяне, да, которые были задолго до них. Это автор Алексеев, его многие знают, те, которые любят Россию. И книжка называется «Чудские копии». Очень интересная вещь, вторая ее часть мне чем-то напомнила мастеру Магавиту Балкаковского. Очень много какого-то колдовства. И я бы не сказала, что это колдовство славянское. Я даже не берусь описывать эту книгу, потому что слишком она необычная и немножечко не в стиле автора. Немножко он поменял свою концепцию. Ну, в общем. Ну, себе, в принципе, не изменяет при этом. И да, вот советую. Вот он сам. Кстати, с бородой. Борода, это, кстати, богатство рода считается. Ну, богатство и... Ну, не буду засляться на этом, а то застанется видео. У меня 4 минуты осталось. Дальше идет книжка от пера Лоры Джо Роулэнд «Засекретченные привлечения Шаролта Бронте». Мне не понравилась категорически. Автор, видимо, стремясь как-то привлечь внимание к своему эпосу, главной своей героине и сделал никого такого, как Шаролта Бронте, которую написала Дженнер, моя любимая. На самом деле, полный бред. Есть, конечно, интересные вещи, но, на мой взгляд, эта книга является оскорблением памяти Шаролты Бронте. Вот. И автор не учла одного. Если ты собираешься по сюжету книги как бы цитировать дневники и письма других людей, научись писать в разных стилях. Этот автор этого не умеет. Мне не понравился детективный сюжет, неправдоподобная концовка, заставляющая за собой недоумение полное, потому что она антилогична и антинеразумна. И я против этой книги. Да. Так что... За книжки, а у моей камеры две минуты, поэтому я постараюсь загуглиться, хотя этот автор заслужил гораздо больше слов, похвальных, в свой адрес. Это Борис Акунитоева, вы не знаете, но в этот раз он писает в двух других апостасиях. Одна книжка идет под псевдонимом Анатолия Брусникина, созвучно, с основным псевдонимом второй, под Анной Борисовой. Значит, Анна Борисова «Времена года». Здесь он себе немножечко изменяет. Во-первых, он говорит не от мужского имени, он ведет по истории не от женского имени, и мне кажется, это немножко испортило книгу, но все равно очень интересно. И второй основной момент, что Куину очень любит Россию, очень любит Японию. Но здесь основной удар уходит по Китаю. То есть очень много о Китае говорится. И я загугляюсь, потому что мне остается всего одна минута, сори. Вторая книга – это совершенно потрясающий герой иного времени. Она нельзя так называть, потому что по сюжету созвучно с героем нашего времени, знаменитой книгой. Просто ради концовки стоит почитать. Просто-напросто. Она настолько ошеломляет, удивляет, поражает. И, кстати, период, когда происходит действие книги «Герой нашего времени», оно тоже тогда, когда… Ой, «Геройного времени». Например, это та же, когда и есть такие книги «Герой нашего времени». То есть это «Кавказская война». Очень интересно, познавательно. Она даже тем, кто не увлечен в истории, не увлечен в России, не является патриотом. Все равно будет очень интересно, потому что сюжет, правда, того стоит. Я очень рекомендую к прочтению. «Времена года» интересная книга, но как будто чего-то не хватает, какой-то изюменький. Может быть, ее портит то, что он ведет представление от женского времени. И охватывает там несколько периодов современности. И начало революции, ну, немножечко пятидесятые или, я не знаю, середину столетия немножечко охватывает еще. Да, поэтому «Времена года» я не так настойчиво советую. А вот «Герой иного времени» очень-очень рекомендую любому читателю, даже самому прихотливому. Будет интересно, понравится, по крайней мере, я в этом уверенна. Я могу, конечно, ошибаться, но вряд ли. Садится батарейка. Все, пока. До свидания. Надеюсь, понравилось, было прелезно. Я извиняюсь, что так сумпурно. Пока-пока. До встречи.